А теперь давайте посмотрим, что здесь происходит. Прежде всего, обратите, пожалуйста, внимание на то, как в 15 стихе апостол Павел контекстуализирует весь этот вопрос. Он говорит, мы по природе или по рождению иудеи, мы не из язычников грешники, или мы не грешные язычники. А, честно говоря, этот перевод несколько проблематичен. И я говорил о том, что этот перевод проблематичен. Там у нас было голосование. Я потерял, я проиграл это голосование. Так что всегда, когда мне что-то не нравится, я просто говорю, вот это голосование я проиграл. «Грешные язычники», написано в английском издании Библии. И кажется, что Павел говорит об особой группе язычников, которые грешны. Но в оригинале все-таки все язычники грешники. С еврейской точки зрения, все грешники язычники. То есть, не такие грешники, как все язычники. Значит, мы евреи. То есть, так рассматривает человечество Павел, так рассматривает человечество все евреи. Вот это ключевая линия, разделяющая линия. С одной стороны, еврейский народ, израильтяне – это биологическое семя Авраама. Это наследники обетований, которые автоматически принадлежат Завету Божию. И, с другой стороны, все остальные – гуи, язычники. И между ними такая разделительная линия. Вот это ключевая история для евреев первого века. И, конечно, это восходит к самому Ветхому Завету, где Бог вступает в особые отношения с одним народом, с народом Израиля. Так что, именно вот это отражается здесь. И, конечно, это относится к данной ситуации, к ситуации в галатийских церквях. Итак, вот эти язычники в Галатии, а кто они? А как их рассматривать? Они пришли к вере в Иисуса Христа как Мессию. Каков их статус? Они включаются? На какой основе? На каком основании включаются? Как их интегрировать? Вот это вот разделение на язычников и иудеев. Оно фундаментально для понимания посланий галатых. Вот это такой обзор. Дальше такой обзор этого фрагмента. 15-16 стихи – это одно предложение, единое предложение на греческом языке. Дэвид, когда читал, он начал читать с 15-го стиха, потому что 15-16 стихи действительно неразделимы. Это одно и то же предложение. А интересно вот эта идея оправдания по вере. Мы с вами тоже об этом сегодня будем говорить. И дальше последствия этой идеи. Если это так, если это правильно, то как насчет закона и греха, какую роль они играют. Мы распяты со Христом. Я сраспят Христу. Это известный текст в некотором смысле. Это такое дополнение в скобках, но при этом очень значимое дополнение. А дальше он возвращается к вопросу о праведности и оправдании в 21-м стихе. Во всем этом очень важен 16-й стих. И я бы хотел сфокусировать внимание именно на этом стихе. Он очень существенен. В нем вводятся некоторые важные слова. Лезли, 16-й стих такой переходный. Но смотрите. Грешные язычники. Я предполагаю, что Павел должен был бы уже не использовать такой язык, обращаясь к язычникам или язычникам. То есть он использует сейчас язык специально, как бы цитируя иудействующих. Тут может быть какая-то ирония, какой-то сарказм. Или он использует это в юридическом смысле. Особенно в связи с тем, что в 16-м стихе он начинает использовать юридические термины. А мы об этом поговорим несколько позже, потому что вот этот язык греха на самом деле снова здесь, начиная с 17-го стиха. И он связан с 15-м. Пока лишь скажу, что в 15-м стихе, насколько я это понимаю, апостол Павел пишет с точки зрения других иудеев, намеренно используя их обычную терминологию, которая была привычна в его иудейском контексте. Очевидно, он не считает, что все язычники точно так же грешники. Однако он понимает, он признает, что язычники с точки зрения языка Завета, традиционного языка Завета, имеют несколько иной статус. И вот если с этой точки посмотреть, то да, данные формулировки оказываются до сих пор уместными. И дальше 16-й стих. Давайте обратим внимание прежде всего на глагол «оправдаться» или «оправдывается». Он употребляется трижды. Это ключевая идея здесь. А мы сейчас пропустим дискуссию этого слова. Мы еще сегодня об этом будем говорить. Мы будем говорить о богословской теме, об оправдании в более широком смысле. Но мы видим, что это слово употребляется неоднократно. В Послании к Галатам вот это первое его употребление. Еще одна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Я это также выделил здесь с помощью шрифта. Противопоставление дел закона. Это используется трижды. И веры или уверования. есть глагол. Мы уверовали или поверили в Иисуса Христа. Но есть также и фраза, которую я перевел несколько так буквально, а вера Христова, вера Иисуса Христа. И это хорошее, на самом деле, хорошее начало для того, чтобы понять здесь смысл. И как эту фразу интерпретируют, вы увидели уже разницу, да, вера Иисуса Христа в вера в Иисуса Христа. Большинство переводов делают именно так, но некоторые переводят как верность Иисуса Христа. Верность кого? Иисуса Христа. И это действительно легитимный вариант трактовки еврейского текста. Но давайте сначала посмотрим на дела закона. Это очень интересная фраза. И Павел противопоставляет эту фразу с верой, делает это восемь раз. Дела закона против веры. То есть, вы видите эти тексты в послании к Галатам, вы видите такие тексты также в послании к Кримлянам. Это противопоставление. Вот вера против дел закона 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, здесь в послании к Галатам. Вы снова это увидите. И Римлянам 3.20, Римлянам 3.28. Что означает фраза дела закона? И как она противопоставляется вере? Я хочу обратиться вот к этой табличке, к этой схеме. Обычно, ну, по крайней мере, раньше, эту фразу интерпретировали как это делалось в переводе на ИВИ, соблюдение закона, исполнение закона. То есть, дела закона это то, что человеку важно, для человека важно исполнять Божий закон Тору. Мы с вами вчера об этом говорили, и стоит себе напомнить, что когда по-английски перед нами слово закон, law, это, конечно, неплохо, но все-таки порою полезно переводить это как Тора. Это транслитерация еврейского слова. И речь, конечно, здесь идет все-таки не о законе вообще, а о Торе, о еврейском законе, о законе Моисея, о законе, который Бог дал своему народу, Израилю. Так что здесь совершенно конкретный акцент, его нельзя упускать. Именно об этом послании к Галатам. Итак, обычно фраза дела закона интерпретируется как исполнение закона людьми в широком, наиболее общем смысле. И ключевая вещь, ключевой вопрос в богословском смысле и в проповедническом смысле послания к Галатам, если вы проповедуете, то, о чем мы сегодня тоже будем говорить. А ключевая вещь это на основании такой интерпретации мы можем перейти от дел закона к более широкой категории дел вообще, дел в принципе. таков собственно традиционный подход со времен реформации. Если вы проповедуете по Галатам 2.16, то, скорее всего, вы проповедуете язычникам. Ну, возможно, есть у вас в конгрегации, у вас в церкви кто-то из евреев. Возможно, есть также немного, очень немного язычников, которые захотят исполнять закон Моисеева. Вряд ли кто-то захочет проходить через обрезание и исполнять диетарные законы, диетарные нормы по поводу еды еврейской и так далее. Чисто, не чисто. В наших церквях таких людей, ну, скажем так, очень немного. Очень немного. Но всегда есть люди, которые думают, что они могут оправдаться перед Богом своими делами. Которые думают, что именно дела внесут какой-то вклад в их положении перед Богом. Когда люди говорят, да не нужно мне все это христианство, потому что я, в принципе, хороший человек, или я лучше, чем мои соседи, уж точно, или я лучше, чем вот этот негодяй, которого приговорили к высшему мере наказания. Вот, я хороший человек, все нормально, и мне этого хватит. И когда вы обращаетесь к таким людям на основании второго толкования, второго подхода к толкованию, вот тогда к ним относится именно этот текст. А Павел говорит о конкретных делах, о конкретных формах дел. Дело в том, что галатийские христиане находятся под искушением. Они искушаются в том, чтобы исполнять закон. И Павел им напоминает, что оправдание не основано на вашем исполнении Торы. И дальше, в расширительном смысле, мы говорим, что оправдание не основано на делах вообще. И мы, собственно, на это расширенное толкование обращаем внимание. Лютер, Кальвин, реформаторы, современные проповедники именно так проповедовали и проповедуют по посланию Галатам 16 стих 2 главы. То есть если говорить в терминах, которые мы использовали вчера, то именно второй взгляд как раз попадает в категорию гомелитической приемлемости. А мне нравится этот взгляд, потому что это хорошо проповедуется. Мне нравится это толкование текста, потому что из этого толкования текста я сделаю хорошую проповедь. И мне даже думать не надо, особенно мне даже бороться, мучиться не надо, как было бы с некоторыми другими проповедниками. То есть есть некая историческая ситуация. Павел иудей обращается к язычникам, которые стремятся стать как иудеи, принять на себя закон Моисея. Но это историческая деталь, но эта деталь не соответствует нашему служению сегодня. И мы переходим от исторической конкретики, мы расширяем эту историю. И нам, кстати, проповедникам зачастую приходится расширять толкование. И здесь этот переход будет гораздо проще. Вы понимаете, да, о чем я? Начиная с движения новая перспектива, однако, хотя раньше в некоторых комментариях это тоже встречалось, но начиная с движения новая перспектива, мы видим комментаторов, которые расставляют акценты несколько иначе. И мы понимаем, почему новая перспектива пытается расставить акценты иначе. Помните, мы вчера о них говорили. Новая перспектива следует за взглядом на иудаизм, который обосновал Сандерс. Согласно Сандерсу, в иудаизме евреи не считали, что им нужно исполнять закон для того, чтобы спасти, для того, чтобы оправдаться. Если Сандерс прав, то к кому обращается или о ком говорит Павел в своих негативных утверждениях? Когда Павел утверждает, что человек спасается не делами закона, никто не оправдывается делами закона, никакая плоть не оправдывается делами закона. А Павел тогда говорит о человеке, который именно такую позицию и защищает. И апостол Павел говорит об этом как раз для того, чтобы противостоять человеку, утверждающему, что мы спасаемся по делам закона. Но если Сандерс прав, то никто такой позиции из иудаистов, по крайней мере, занимать не будет, потому что иудеи считали по-другому, иудеи веровали по-другому. И тогда возникает вот это новое перспективы, движение нового перспективы, Данн и Райт и другие авторы и они говорят, а как же тогда понимать эту фразу? Что же делает апостол Павел? Кому на самом деле он обращается? Как тогда получается, что этот текст относится к иудаизму? То есть видите, что происходит здесь, да? Но можно сказать, что он обращается просто к Петру, то есть тогда это ошибка Петра, и Павел обращается к Петру. Кстати, возможно, возможно, так оно и есть. Так вот, для того, чтобы понять, как, возможно, Павел нападает на иудаизм к тому времени, такие люди, как Джеймс Данн, который, собственно, первым подчеркнул этот момент, и который, кстати, написал очень много и подробно по теме дела законов. 15 или 20 статей он написал об этом с начала 80-х годов. Вы видели также его комментарии. на послании Галатова видели ссылки на эти статьи, вы видели его тексты по богословию апостола Павла. Так вот, Данн говорит, что если посмотреть на то, как использовалась эта фраза «дела закона», как использовалась она в произведениях Павла и вокруг Павла, акцент все-таки был не на исполнении закона, а на самом законе. То есть, в послании к Галатам, например, апостол Павел никогда не противопоставляет дела и веру. Он противопоставляет только закон и веру. Да, в послании к Римлянам он действительно противопоставляет дела и веру, причем делает это несколько раз, в послании к Римлянам 4, 9, 11, но в послании к Галатам всегда противопоставляются Это закон и вера. Так что аргументировать здесь можно, рассуждать можно так. Дела закона – это не просто некие дела. Это нечто совершенно иное. Это верность Тория. Это соблюдение Божьего закона. Это совершение и исполнение закона для того, чтобы постоянно доказывать, что ты имеешь свое место среди избранного Божьего народа, народа евреев. То есть тогда получается, что Павел говорит здесь следующее. Ни один человек, сейчас, когда пришел Христос, ни один человек не примиряется с Богом с точки зрения Ветхого, Старого Завета. Старый Завет с его требованиями послушания Тори не является больше контекстом, в котором происходит оправдание. А наше положение перед Богом больше не соотносится с тем, насколько мы исполняем закон Моисеев и насколько мы, собственно говоря, носим на себе эти награды за верность Завету. Это, собственно, фраза самого Дана. Награды за верность Ветхому Завету. Я понимаю, что здесь это сложно. Это новая мысль. Сложно сразу понять. Поэтому я здесь немножко останавливаюсь. Но вот именно так Дан и другие люди об этом говорят. И они говорят, что Павел эффективно действительно отвечает на иудаизм первого века, на тот, каким его описывает Сандрос. Потому что евреи считали, что Божий Завет с еврейским народом – это вечный Завет, и этот Завет всегда будет существовать, и этот Завет всегда будет маркировать народ Божий. И у действующих говорили, что этот Завет продолжается. И, соответственно, в этом Завете, в рамках этого Завета, и только в рамках этого Завета, человек может стать Божьим человеком. Он должен согласиться на обрезание, на исполнение закона, потому что вот это устройство, это мироустройство продолжается. И в контексте иудаизма первого века, по Сандерсу, это действительно имеет смысл. И, собственно, Макнайт и Дан на этом настаивают. То есть, получается, что иудеи того времени действительно относились к этому, как многие христиане сегодня. Да, а Павел говорит, что вы спасены по благодати. Смотрите, я думаю, неправильно говорить, что Сандерс – это проповедник новой перспективы. Однако его взгляд на иудаизм как раз и был подхвачен проповедниками «Новая перспектива». С этого, собственно, все и началось. И началось развитие вот этого учения, которое называется «Новая перспектива» или «Новый взгляд». Так что, с этой точки зрения, мы можем сказать, что есть два разных круга, и невозможно просто взять и перейти отсюда сюда. Итак, проповедники учения «Новая перспектива» – я уже назвал несколько из них, на самом деле, в комментарии я говорю об этом же. Они говорят о том, что дела закона и добрые дела – это разные вещи. Дела закона – это конкретный специфический термин, это специфическое явление, которое связано именно с еврейскими убеждениями относительно Торы и Завета. Если это так, то проповедовать в последних галатах 2.16 становится все сложнее и сложнее, потому что апостол Павел нападает здесь, как выясняется, не на легализм, не на праведность по делам. Он нападает здесь на конкретную претензию иудаизма о том, что человек может получить оправдание с точки зрения соблюдения Моисеева Завета, Завета с Моисеем. Но таких людей в наших церквях сегодня практически нет. Значит, применение нужно хорошо продумывать. Сейчас скажу очень недвусмысленно и очень четко, и, если хотите, напористо. Вопрос о том, насколько легко проповедовать ту или иную интерпретацию текста, никак не может быть аргументом в пользу той или иной интерпретации. Иногда интерпретация для нас обусловлена тем, насколько нам удобно это проповедовать. Гомелитическое удобство, вот так это называется. Понимаете, я обращаюсь сейчас к вам, потому что вас это все затронет. Я могу преподавать в Уитонском университете, я могу беседовать с кафедрой и никогда не спускаться, чтобы поговорить со студентами. Я говорю с ними чисто на академические темы во время лекции, но вы же так не можете сделать в церкви. Да, конечно, вы можете предложить им теоретическую проповедь, но потом люди вам скажут, слушайте, а что с этим-то делать? Как мне к этому относиться? Как это меняет мою практическую жизнь? Если вы будете проповедовать только академическими идеями, то у вас будут серьезные проблемы, как у проповедника. На самом деле работа проповедника гораздо сложнее, чем работа профессора, преподавателя, потому что проповедники должны говорить практически, а профессора могут уходить в теорию. Смотрите, вот здесь у нас такая чистая математика, и она, конечно, чистая, но такой математик не может никому помочь. Это интересно только людям, которых увлекает теория, а практика их не интересует. Конечно, есть семинарии, такие как, например, Уитон, где действительно нам важно, чтобы Священное Писание касалось практики. Но всегда есть все-таки эта опасность уйти в теорию, и ваша задача — нести Слово Божие людям, потому что это Божие Слово дается им и для них. И порою, конечно, здесь бывает очень сложно. Это бывает очень сложно сделать. И я чувствую, что мы порою начинаем исходить из того, а что проще проповедовать. У нас нет времени, нам некогда продумать все варианты. Если мы находим комментарий или интерпретацию, которая, как нам кажется, лучше всего ложится на проповедь, то давайте мы так и будем проповедовать. Я понимаю, почему это происходит. Но с теоретической точки зрения, конечно, я считаю, что в докторской программе, в докторантуре как раз мы должны помогать, в частности, проповедникам, действительно основывать свою проповедь на внимательной и четкой, твердой интерпретации библейского текста. Я считаю, что некоторые из вас в докторской программе, в докторантуре, есть ли другие люди, которым пока еще не до этого, которые пока еще до этого не дошли. Но даже вам нужно проповедовать то, что действительно в тексте есть, то, что в тексте говорится. Так что, друзья, работайте, занимайтесь, трудитесь, продумывайте эти вопросы, даже если порой это бывает нелегко. Роб, а, кстати, в связи с этим, когда мы проповедуем вот этот фрагмент в наших церквях, вот это относится к чему? К оправданию или к освящению? То есть, я понимаю, что эти слова люди порой путают. И, ну, скажем так, это приобрести отношения с Богом или удержать, сохранить отношения с Богом? Об этом мы будем еще говорить, так что я пока отложу ответ на этот вопрос. Сегодня после обеда об этом говорить будем, и завтра после обеда тоже. Но вопрос очень хороший, вопрос очень правильный. Однако, я думаю, что как раз сегодня, попозже, мы об этом поговорим. А можно ли указать на иудейские или иудаистские тексты, которые говорят о спасении через дела закона? Или это только предположение? Тут две мысли в связи с этим. Во-первых, мысль о том, что дела закона указывают на церемониальный закон. Эта идея, на самом деле, была в истории церкви. Пелагий говорил об этой идее. А Кальвин в своих установлениях веры нападает на этих людей. Я не помню, на кого конкретно, но это было. Так что в истории церкви такой взгляд был. Были люди, которые говорили о том, что это церемониальный взгляд. Однако Данн и Райт и другие сторонники учения «Новой перспективы» говорят все-таки не об этом. Они не считают, что это только церемониальный закон. Они считают, что это скорее такая общая фраза, которая указывает на менталитет иудеев первого века, полагавших, будто исполнение закона поможет им подтвердить свою позицию и отгородиться от язычников. Теперь дальше. Сама эта фраза «дела закона» на самом деле очень редкая фраза. Но главный спор в последние годы, на самом деле, вокруг вот этого документа 4QMMT. 4QMMT. Если хотите произвести впечатление на ваших прихожан, начните им говорить 4QMMT. Это один из документов в рукописях, в свитках «Мертвого моря», и там эта фраза содержится. И такие люди, как Данн и другие, считают, что использование этой фразы в данном документе подтверждает их взгляд. Другие не согласны. Тут такие, знаете, матрешки получаются. Аргумент, в нем еще один аргумент, в нем еще один аргумент и так далее. Фраза «дела закона» на самом деле очень редкая фраза. И люди понимают, на самом деле, что значение этой фразы нигде точно не объясняется. Однако, смотрите, я сам, в конце концов, ведь не следую взгляду новой перспективы. Однако я хочу, чтобы мы с вами признали валидность того, о чем они говорят. Они читают слова Павла и вписывают их в их понимание иудаизмом первого века. И Данн, и Райт часто говорят, например, о том, что мы настолько привыкли читать эти слова определенным образом, следуя за реформаторами, что мы не можем подумать более широко. У нас ограниченное поле зрения. Всю эту дискуссию на самом деле сформировало наше образование. Мы не можем увидеть, что за пределами. Однако, если вы погрузитесь в иудейский мир первого века, увидите, что там происходит, вы увидите, как они используют этот язык, тогда этот другой взгляд оказывается более осмысленным, более подходящим к историческим обстоятельствам. И вот это вполне приемлемый, вполне ценный и валидный аргумент. То есть они не пытаются как-то вот разгромить реформацию, хотя иногда людям так кажется. Они скорее пытаются понять Павла более точно в его контексте иудаизма первого века, так как они понимают этот иудаизм. То есть я считаю, что вряд ли они правы в конечном счете. Я не считаю, что они правы. Однако я уважаю то, что они делают, в отличие от тех, кто просто отбрасывают данные райты, говорят о том, что все у них ересь, что они явно ушли куда-то в сторону от христианства, от Павла и так далее. Я думаю, несправедливо так относиться к ним, так относиться к их текстам. Я думаю, это несправедливо по отношению к тем свидетельствам, которые они приводят в поддержку своей точки зрения. Данн говорит, посмотрите на послание к Галатам, посмотрите, что пишет апостол Павел. И он всегда ссылается не на дела, но на закон. Значит, получается, что ключевой контраст не с делами, а именно с законом. Потому что он таким образом это сокращает. Он говорит о законе. Он не говорит о делах вообще, в принципе, в послании к Галатам. Так что это вполне приемлемая точка зрения. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Итак, это фраза, о которой многие спорят, и во многом наш ответ зависит от нашего взгляда на юдаизм первого века. Если мы считаем, что Сандерс не вполне прав, если взглядом Сандерса все не заканчивается, тогда остаются и другие опции. И тогда у нас нет на нас такого давления, какое есть на людей, как Дан и Райт. И, конечно, послание к Галатам не нужно смешивать с посланием к римлянам. Я писал по посланию к римлянам, я сейчас пишу по посланию к галатам, и иногда меня обвиняют в том, что я с той же позиции, с которой подходил к римлянам, подхожу к посланию к галатам. А делать этого нельзя. Нужно с уважением относиться к каждому письму, потому что каждая из них написана в определенном контексте, с определенной целью. Так что каждое письмо заслуживает уважение. Однако, если уж Павел использовал фразу «дела закона» в послании к римлянам, то он, скорее всего, ту же фразу использует и в послании к галатам. Это такая короткая скобочка про методологию. Помните, вчера я сделал акцент на десятилетнем периоде между первого прихода Павла в Иерусалим и вторым иерусалимским посещением, иерусалимским визитом. Вот эта десятилетняя пауза оказывается очень важной. Если послание к галатам, это первое письмо из написанных апостолов Павла, апостолом Павлом, смотрите, Павел обратился к Христу около 33-го года, послание к галатам написал около 48-го года. Когда апостол Павел пишет послание к галатам, к тому времени он уже проповедовал Евангелие, изучал Священное Писание, понимал соотношение между Христом и Писанием на протяжении 15 лет. То есть он пишет свое первое письмо, но он при этом не новичок в богословии, не то, что типа вот только что окончил семинар. Нет, он уже 15 лет в служении, и, возможно, между посланием к галатам и посланием к римлянам проходит еще 7 лет. Послание к римлянам написано, как я предполагаю, в 57-м году. Но я говорю об этом вот к чему. К тому моменту, когда Павел пишет послание к галатам, у него было достаточно времени для того, чтобы развить свое богословие, развить словарь своих богословских концепций для того, чтобы донести именно то, что он хочет донести. Я думаю, что вполне можно утвердать, что раз эта фраза «дела закона» используется 6 раз в послании к галатам и 2 раза в послании к римлянам, то, скорее всего, эта фраза в обоих посланиях имеет одно и то же значение. Вряд ли апостол Павел ее переосмысливает. В послании к римлянам, по крайней мере, апостол Павел последовательно говорит о делах и имеет в виду при этом «дела закона». А и для меня это, пожалуй, здесь самый важный аргумент, который обосновывает именно второй подход. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.